Так, друзья, сегодня я хотел намного больше рассказать, но не совсем мы готовы к некоторым вопросам. Так, первый вопрос по регистрации компании. Значит, мной принято решение, что компания будет зарегистрирована не в Украине, а в Голландии. И я уже начал процедуру регистрации, и она, по-разному, если бы это было в Украине, я бы уже ее зарегистрировал, но в Голландии требуется дополнительное время на перификацию и все остальное. Ориентировочно это будет где-то 10-го числа, вот так мне сказали, что у меня компания зарегистрируется в Голландии, и от имени это название я заказал название Healthy, ему в Голландии, потому что тот же Uber тоже там зарегистрирован. Это, так сказать, европейская гавань некоторая, некая по налогообложению и всем остальным. Вот, что с договорами я немножко подтягиваю, не в этом месяце, как я планировал, ну, почему я так сказал, потому что сейчас такая непредимная обстотука в Украине, что я, в принципе, знаю, что все будет хорошо, что война скоро закончится, и об этом мы чуть попозже поговорим на вопросах и ответах. Но на всякий случай будет надежно это сделать в европейской стране, и оттуда я буду заключать уже договоры о имени той компании. Это первый вопрос. Второй вопрос по тестированию предложений на Android, на iPhone. К сожалению, наш программист заболел ковидом, и он пропустил сроки. Ну, ничего тут поделается, он был, мы должны были 22 часа, что-то спать и выпустить, но он как раз запустил до сих пор, буквально на днях только вышел с болячки и не успел делать. Ну, как только он сделает, я специально отдельно сделаю конференцию по тестированию приложений на Android, на iPhone. Но это будет в ближайшее время, так сказать, постараюсь, ну, как только человек сделает, я могу даже вам показать переписку тех, кто мне, если пожелаете, как. Ну, человек просто заболел, к сожалению. Ну, всем, как говорится, под богом ходим в этом плане. Вот, это второй вопрос. Третий вопрос, и самый интересный, это HaltyCoin. Что такое HaltyCoin? Это токены, которые мы будем выпускать. Значит, смотрите, цифра какая будет, чтобы вы понимали. Первое, что, я хочу сказать, то все партнеры, которые я планировал бы 27-го делать, но в связи с этой ситуацией, которая сложилась, я поделил эту акцию до 15-го марта. Все партнеры, кто станет до 15-го марта партнером, он получит подарок, токены, согласно вложенным деньгам проекта. То есть, вот сколько вы вложили на эту сумму, на каждый ваш вложенный доллар, вы получите 10 токенов. Что такое токен? Я вот специально сбросил вам информацию, это будет внутренняя валюта. Почему у нас будет внутренняя валюта? Потому что у каждого партнера будут на счету деньги, и эти деньги можно будет выводить на карточку, а также этими деньгами можно будет рассчитываться за услуги. Допустим, вы указали такси, вы можете с водителем такси, который будет принимать закат через наш сервис, вы можете рассчитаться с ним этими деньгами. Вы можете рассчитываться за услуги, и поэтому мы будем привязывать нашу внутреннюю валюту к токену, и будем делать децентрализованную систему. Процедура эта будет каким образом выглядеть? Первое, что нам нужно сделать, это сказать, что это наш проект работает. И когда мы думаем, что наш проект работает, а для этого нам все-таки надо брать достаточное количество денег на рекламу. И тут же возникает вопрос, а где мы будем запускать рекламу, если в Киеве идет такая ситуация? И я отвечаю на этот вопрос сразу, что, во-первых, это произойдет раньше, чем через месяц, через два, а может быть и три, и четыре. И думаю, к этому времени все нормализуется. Мы запустим проект, и как мы планировали. Но если мы будем видеть, что ситуация не, как говорится, не в нашу сторону играет, в связи с теми событиями, которые происходят, я думаю, что мы переезжаем, будем запускать наш проект в какой-то другой стране. Для этого нам много не надо, нам нужно будет только перевести приложение на той стране, в которую мы будем запускаться, и юридическое сопровождение сделано, чтобы наш проект не противоречил законодательству той страны, в которой мы будем запускаться. В принципе, мы можем запуститься в абсолютно другой стране, там, где более нормальное налоговое обложение будет, это первое. Второе, это, чтобы там было достаточно людей с деньгами, заказом, все остальное. Мы будем мониторить страны, какие будет выгоднее запускаться, в той ситуации, если это будет, и будем определять решение, в какой стране запуститься. В принципе, мы планировали перспективу выйти на все страны. То есть, сначала мы хотели запуститься в Украину, а потом пойти в другие страны. Но в связи с тем, что происходит, возможно, мы поменяем стратегию и запустимся в какой-то другой стране. Ничего сложного нету, я это все вижу и понимаю, как это сделать. Ну, вот то, что происходит, произошло. Теперь про токены. Токены вы получите. Что такое токены? У нас есть... Давайте я включу и попробую демонстрацию экрана. Значит, вот смотрите. Мы будем начинать через... Тут идет дата выхода токенов. Это 30 августа. Почему я так на поздно сделал выход? Потому что, а, нам нужно добрать деньги, б, нам нужно провести рекламную токену в одном или в нескольких входах к этому времени. И когда мы будем выпускать токен, нам нужно показать, что проект уже работает. И вот существует такая биржа токенов. Вот здесь такой. Там, где всевозможные компании выпускают эти токены и котируются. Так как... Акция, которая стоит... Акция, которая стоит... Акция, которая стоит... Да, совершенно верно. Акция, которая стоит... Токен, это акция, которая стоит каких-то денег. И мы сюда тоже эту биржу. И мы сначала будем ее респондом продавать. А потом отойдет расти в цене по мере того, чем больше городов можно запускать, тем больше будет цель. По-моему, прогнозам расти. Значит, партнеры, которые сейчас предпределяют... Сейчас, минуточку. Пакеты у них на балансе в течение... Ну, где-то за 5 дней я бы дал партнеру... Значит, вот это токен. То есть, вот если вы вложили 100 долларов, значит, 100 умножить на 10, это... Вот эта сумма токенов будет на вашем счету. И токены можно будет применить в определенных условиях. Первое условие, что вы являетесь партнером по 15 марта. Второе условие, что вы не уходите с проекта до выпуска токена. Если вы будете уходить с проекта вдруг... Я почему-то говорю, потому что у нас есть... Некоторые люди там периодически пытаются уйти, и я не возражаю этого. Ну, это жизнь. Вот. Если человек уходит, то подарочные токены исчезнут. Ну, и все остальное, как само правило. Я пропису правила потом по токенам, чтобы было... Ну, там, где у нас есть правила, специально пропишу отдельные правила использования этих токенов. Я думаю, что... Это, по сути, электронные акции. И эти акции можно перевести или в деньги, или же, опять же, использовать их для внутренних расчетов, внутренних акций. Можно их пакет будет покупать и так далее. Ну, это произойдет, еще раз говорю, по-настоящему, я его запланировал на 30 августа, это через 103 дня. Мы за эти 183 дня должны жить несколько проблем важных. Это, а, протензировать приложение, писать. Мы должны запустить рекламную кампанию, перед этим найти достаточное количество паркетов, чтобы запустить эту рекламную кампанию. и все рекламные кампания, чтобы, когда мы выходили... Когда мы будем выходить на рынок, чтобы мы показали, что у нас это уже работает, и тогда наши токены будут хорошо котироваться на рынке. То есть, если токены подкреплены действующим проектом, они будут стоить в реальных денег хороших. Вот такая ситуация. Я думаю, в двух словах я объяснил все позиции, которые есть. Теперь я перехожу к вопросам и ответам. Так, скажите, а токены эти даются к новым входящим? Нет, нет. Всем партнерам, которые будут иметь пакет по состоянию на 15-е... То есть, это было на 20-е, я перенес в 115-е в бак. Ну, токены можно будет... Я вот это и не мог понять, что такое на 15-е в баке. То есть, если бы вы нашли все партнеры, которые почти до 15-е в баке. То есть, с первого дня с открытия до 15-е в баке. Да, всех... Вот вы внесли 100 долларов, значит, на 100 долларов я ее сочинал в один сети. И деньги будут у вас на репутацию. Но использователи... Они-то виртуальные? Они пока будут... Они всегда будут виртуальные. Но их после... Еще раз, давайте так, логически. Шаг 1. Мы набираем достаточное количество партнеров, чтобы начать рекомендовать. Шаг 2. Мы проводим рекламную кампанию по каждому, что на проект работают. Желательно провести за это время рекламу не только в одном городе, а может быть в двух или в трех городах. За эти 183-е в баке. И надо к этому выступить, все равно обязательно. И когда у нас будет действующий проект, к этому времени мы сделаем вот эту вот децентрализованную систему и выйдем вот на этот рынок, вот на этот... И здесь вот будет healthy, как говорится, healthy coin. И у него будет какая-то цена. Сначала мы выйдем фондом, а потом нам только рынком регулироваться. Она будет или расти, или падать. Но этот рынок будет регулировать эту цену. Так как БЭК глобальный, то есть у нас рынок очень большой, практически земной шагом считая Китая, правда, где-то это было. То чем больше мы будем запускать городов, тем дороже будет стоить топин. Здесь понятно объясняю или нет? Вы, если это непонятно, спрашивайте. Я пойму, что когда подкреплял, особенно каким-то зимним, где-то, что наше дело хорошее. Может, что-то непонятно, спрашивайте сейчас. Я хочу, чтобы вы понимали, как все это не сделал. А вот по вот вам... Токены можно как бы собирать, а? Первые токены получат подарок для партнёра, которые реаберут пикеты до 15 марта. Просто вы получите с диспутом за один доллар ваш сложный конкурс 10 токенов. Это будет важно. Потом эти токены можно будет зарабатывать, разменяя вот эту работу в хайке, в хектаре и ещё определённую работу, как мы там скажем. И кожа будет внутри проекта с токенами. Спасибо. Это второе. Третье. У вас в счету могут быть какие-то деньги. Деньги вы можете выводить, можете оставать, оставить на счету. Я не имею в виду тех, которые сейчас числятся, если вы покупаете что-то в носочке. Вот если в ваш пакет выкуплен, и вы выработали какую-то сумму денег, то эти деньги можно вывести. А второй вариант, вы оставляете эти деньги в проекте, чтобы нужно быстрее собрать арму, но эти деньги будут идти в сроке, будут на черепляться каждый месяц. Потому что там им оставили 200 гривен, на эти 200 гривен будет определённая сумма раз в месяц на 10 сот. Это сделано для чего? Для того, чтобы нам по быстрее собрать деньги на рекламную кампанию. Потому что мы сейчас в первое время практически 25% денег, которые мы привлекли, мы раздали партнерам по системе Киркак. Мы их раздавать не будем дальше. Но для того, чтобы притормозить и быстрее собрать срок, будет вот такая вот программа, которая позволяет если деньги начнут, так можете вывести, заделать заявку и вывести. А если вы оставите, то раз в месяц на ту сумму, которая у вас лежит в вашем счету, помимо пакета. Допустим, пакет вы купили, а у вас там вы пригласили кого-то, человек купил пакет, вы получили 20% от стоимости пакета, и это деньги, которые вы заработали, которые вы можете выводить. Но вы от того же знаете, вы уже выменили так вот, если вы не будете выводить, то мы будем начислять проценты с Кокина, для того, чтобы сконцентрировать сумму, чтобы не выводили деньги с проектом, до старта данной компании, чтобы побыстрее собрать деньги на ремонт с того проекта. Ну, вот это досуга, объясняем. Семьян, 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 сколько, а как одного пакета, сколько он стоит? Смотрите, она будет формироваться таким образом. Когда мы выйдем на рынок, будем продавать дисконт в 50%. Что вот, в чем задача наша? Почему вообще в мире много людей, которые имеют на руках криптовалюты? Вы согласны со мной? И люди, они куда вложить эти деньги? Суть это инвесторы. Те же партнеры могут, они могут с теми же последствиями, но они могут купить наши токены за криптовалюты. И для того, чтобы на первый привлечь наших инвесторов, я буду продавать токены с дисконтом в 50%. Определенную сумму, количество. для того, чтобы привлечь уже не доллары или евро, а привлечь криптовалюту, которая тоже пойдет на развитие проекта. Когда люди увидят, что наши покупают, цена начнет расти. Она сначала поминала, а потом у нее будет некая рынокная цена. Отчего-то цена зависит только от одной вещей. Насколько правильно мы проведем рекламные кампании, запустим проект и покажем, что наш проект действует. Наша задача первая найти партнеров, вторая провести класс компаний в том городе, потом втором и четвертом. И на этом фоне, когда мы выйдем на рынок, выйдет на рынок, мы продаем токен действующий проект, который сейчас работает в тысячи городах, вкладывайте в нас фирь, и мы в этих фирь будем выпускать через две города. Приблизительно такое предназначение будет. Для этого у нас есть вот такой скайп, он правда не совсем готов, потому что написано, что начинается через 183 дня, то есть 30 августа у нас мы к этому времени должны с вами сработать, чтобы выпустить централизованную магниту на рынок. Еще вопросы, пожалуйста. А вот смотрите, раньше когда покупали пакеты, да, был такой договор, мы получаем кэшбэки, сейчас уже мы должны выставить и кэшбэк уже нам не дается за партнерами, кэшбэком уже нету. Знаете, кэшбэк уже не будет, нам уже токены на кэшбэк, а вот так. Вот эти кэшбэк, как я сейчас кэшбэк меняю на кэшбэк, заходит кэшбэк, мы ему даем 5 пакетнеров и по каждому партнерам даем кэшбэк. Да, сейчас кэшбэк по партнерам за меньше, чем тот, который был раньше, но кэшбэк дается. Второй кэшбэк, который у нас есть, если вы кого-то пригласили, вы заработали 20%, как сейчас работает? Пригласите всего партнер, он купит кэд, и вы заработаете 20%, это сгод. Кэшбэк работает сегодняшний день, но для того, чтобы получить кэшбэк, надо выполнить определенное действие. А. Или помогать в рекламе и получить своих партнеров, которые мы даем без приглашения, и за них получить кэшбэк. Б. Кого-то пригласить, и если даже вы не умеете приглашать, помните, я говорил, что если вы не умеете приглашать, то можно научиться приглашать без приглашения. Сделав хронное видео, которое мы запускаем, там оно не всегда пробавляет, но есть партнеры, которые действительно по этой схеме без приглашения приглашают. Это понятно, но смотрите, у меня был раньше, ученики дали, ну, обещали деться, партнеров веземных по вывозу. А сейчас смотрю, в правилах меня уже партнеров добавилось, а кэшбэк нет, как бы, ничего нету, партнеры добавляют, они считают в правилах подписан, что указатель на котором добавляют, но уже не дадимся. А у нас 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 была те партнеры, которые первые заходи проекта, помнят вот эту акцию, что первые партнеры получают 10 партнеров и как-то 10 человек. И те, кто самые вышли, пусть 10 партнеров и как-то 10 человек. Потом у нас пошла зашел, и за 1 туда 10 уже 9, а за этот только 7 до 5 каждой партнеров. Да, с определенного момента похож. Да, вот эти первые партнеры, которые были обозначены, получили 10 партнеров, 10 партнеров, получают Следующий этап был 10 партнеров, за 5 партнеров каждый получает, за 5 партнеров получают 10, только из них за 5 получают, за 5 не получают. Сейчас даже этого нет, сейчас у нас только партнеров, за которые будут открывать, и мало того, он еще меньше, чем раньше был. То есть мы постепенно сам кэшбек, акции, реализируем, чтобы, как бы, за новый проект. В будущем партнеров мы не будем давать, кэшбек не будем за партнеров, мы будем давать кэшбек только исполнителей за выполненные работы. То есть в кабинете будет там 10, 20, 30, 40 исполнителей, пусть не получают цен с каждого заказа с первой линии, со своих исполнителей, 12, от исполнителей, которые будут находиться в кабинетах ваших партнеров по 2, до 4 линии, если у вас есть премиум пакет. Ну, в общем, вот с кем вам будет работать. А в ближайшее время партнеров и кэшбек мы выдавать не будем. Это, ну, как бы вам сказать, это было, скажем, для тех людей, которые первые пришли, поддержали, вложились и стали партнерами. До самых, до самых смелых и до самых, как вас, продвинутых, так будем говорить. Так что, чем дальше, ну, в общем, я хочу сказать, что вы не переживаете, те люди, которые не будут получать партнеров проекта, они все равно их будут получать. Объясню почему. Когда запустится проект, вы получите стоит там, ну, 30-40 исполнителей, в зависимости от того, какой партнер у вас. Вот эти исполнители, кто-то из них тоже стать партнером в процессе. Почему? Потому что, представьте себе, проект работает, есть партнеры, которые получают доход. И пришел какой-то исполнитель, работает сам на себя, платя процент сервису. А тут он постоянно любит информацию, что можно стать партнером, пить пакет и заработать на этом. Почему бы и партнерам, так же, как и вы, имплево, он будет в лучшей ситуации, потому что уже он увидит, что проект работает. То есть я гарантирую вам, вот я вам демонстрирую, чтобы все исполнители его работать, без разрешения. Если нет, когда проект заработает, ну, минимум 20%, может быть, и больше людей станут тоже партнерами. Получите дополнительных партнеров за счет тех исполнителей, которые включат мозги и тоже станут партнерами. Ну, если вы поняли, о чем я говорю. Пока они будут регистрироваться ваш, если он исполнитель у меня в кабинете, он будет партнером у меня. Ну, если он у вас, вот смотрите, я вам даю исполнителей без приглашения, 10 человек. Из них 3 не работают. Вы даете свои инту, чтобы я поменял. Я поменял, все человек работают. Из этих 10 человек найдется какое-то количество людей, которые включат мозги и тоже станут партнерами. И он же будет у вас в кабинете, как он будет у вас, как клиент, потому что он может пользоваться нашим сервисом, как, ну, допустим, если он сапожник, он может заказать пикси, как клиент. Он может быть исполнителем, потому что я отдал его, как исполнитель. Но этот исполнитель включил мозги, купил себе пакет, и он уже у вас партнер. И уже в кабинете появились исполнители, с которыми вы будете зарабатывать и все остальное. Ну, логика цеполь. Понятно ли мне? Понятно. То есть, в общем, мы партнера давать не будем, но мы будем с вами исполнителей. Но кто-то из этих исполнителей обязательно станет партнером. Ну, какая логика? Сергей Васильевич, простите, а исполнителей мы получим только после запуска? После запуска, да? Значит, я все-таки умыл еще раз говорю. У меня есть некое количество исполнителей сейчас. И кто очень хочет, я в кабинет дам исполнителей уже сейчас. И, по-моему, сейчас только со мной говорим. Да, Лариса. По-моему, я вам... А, нет, Лариса, это не вам. Я дам вам другую. Те, кто хочет, пишет мне заявку, я исполнитель. Ну, вы должны понимать, что исполнители давно зарегистрированы, и здесь не будут работать. Я предлагаю... Если я говорил, мы будем проводить рекламную кампанию в Диеве, то теперь это не 100%. Я думаю, что это будет Диеве. Это может быть и в Артава. Не имеет значения. Я вам дам исполнителей в время рекламной кампании. Там мы начнем полномасштабную рекламную кампанию в том городе, в который мы запланируем выпускаться. Мы там откроем офис для артификации исполнителей. Готовимся к рекламной кампании и проведем эту рекламную кампанию в этом городе. За счет рекламной кампании начнется регистрироваться очень нужные исполнители. То есть, когда они будут слышать эту рекламу, кто-то из них будет сантехником, электриком, водителем, рейтоксией и все остальное. Они услышат и придут к нам. Они зарегистрируются. То есть, благодаря рекламной кампании они просто зарегистрируются в проекте. Вот я прогноз по Киеву делал. В Киеве зарегистрируется около 100 тысяч человек исполнителей. И с них где-то 30-40% в течение такого энергии отсеется. Вот они зарегистрируются, им что-то понравится, но 50-60-70% останется. И это будет наш гостяк воисполнителем. Так вот, из этих 50-60 тысяч людей, многие из них будут в вашем кабинете. И кто-то из них тоже занят партнером. Здравствуйте, я тебя поняла. Сергей Васильевич, скажите такой вопрос. Если вы говорили, в Киеве на рекламную кампанию нужно 150 тысяч долларов. А если там не Киева, как вы говорите, например, в Ушава, там может быть другая сумма денег на рекламную кампанию? Я не готов ответить на этот вопрос. Я же говорю, я буду мониторить ситуацию. Для того, чтобы промониторить, мне надо узнать сколько реклама на разных площадках. И тогда, ну, действительно, давайте представим кучную ситуацию. Я верю в то, что через 3-4 месяца, ну, вообще через 3-4 месяца мы все равно будем запускаться в Киеве. Но если мы будем видеть, что это не так, я специально регистрирую кампанию в Голландии, чтобы я мог в любой стране запуститься. Я буду определять, ну, в которой мы будем, ну, с упадом каким-то большим миллионникам, куда мы будем запускаться. Ну, это опять запуск, это на месяц, может быть, меньше, чем месяц. Потому что, по сути, когда я уже буду понимать, что здесь плохо и надо будет что-то искать, то я буду заранее искать, в котором будем запускаться. Чем наш проект хорош? Наш проект хорош в том, что, зависимо от того, происходит война в какой-то стране или не происходит, мы все равно будем зарабатывать в других странах. Понимаете, в чем прелесть нашу проект? Что-то по поводу регистрации мне интересно. В каком состоянии этот процесс? Регистрация в чего? В проекта наша. Я же вам сказал, что я регистрирую... А, и это компания вы имеете в виду? Нет, что ли. Сейчас идет регистрация в Доландии. Она займет определенное время. Я заявку подал. Мне уже ответили 28-го числа. Завтра у меня будет собеседование. Пан-мин-инсерд-компании, которая меня будет регистрировать. Вообще, они написали, что они за три дня могут зарегистрировать. Но потом надо было документы подать. В общем, я сейчас пакет документов уже подвал. Они ее рассмотрели. На 28-ое число будет собеседование онлайн. Потом, возможно, понадобится еще какие-то документы подправить. И там за два-три дня регистрируются. Мы там регистрируем пункт юридический адрес, расчет и счет, волоковый счет. Ну, вся администрация по регистрации будет появляться. Ну, мы же будем сразу же знать, да, сети? Смотрите, только я зарегистрирую компанию, как только я ее зарегистрирую, мне нужно будет с вами заключить два договора. Ну, не со всеми. Первый договор будет, называется, договор займа. Вот те партнеры, которые уже выкупили пакет, и я рассчитал, что этот договор нельзя будет делать. Но вот те новые партнеры, которые сейчас, это будет обыкновенный договор займа сроком на один год. Ну, якобы компания занимает деньги у вас сроком на один год. Почему я так делаю? Потому что мы не будем сходить в долог. Вот вы, когда снимаете пакет, через некоторое время вы же должны вертеть эти деньги, которые вы вложили. Вы, допустим, купили пакет за 200 долларов, я вам обзор говорю. И эти же 200 долларов вам возвращают. Уже многие так и сделали. Они их вложили, уже получили назад свои деньги, уже зарабатывают дальше. Так вот, вложить и вернуть, можно заплатить на налоги, а можно оформить это как заем и возврат долга. Понимаете? Мы таким образом, это первый договор, будем оформлять с партнерами. И у вас, как у партнера, в будущем есть гарантия, что баня у вас заняла, и год вам возвращает, и не годы вы возвращает эти деньги. А второй договор, это партнерское соглашение на, вот между компаниями и партнерами, именно партнерское соглашение, за которое вы будете получать доход. Вот эти вот лайки и комментарии оформим как вашу работу. Вы выполняете работу по узнанию проекта, а за это я вам заплачу деньги. Понимаете? Будет партнерское. То есть будет два договора. Я как только зарегистрировал компанию, я сразу выставлют из договора. Один договор займа, а второй подтвердит соглашение. Мы будем всю жизнь потом отходы с ней составить. Вопрос по поводу этого соглашения. Мы потом будут это налогом? Ну, какой? Или нет? Тут, если вы на это отвечаете, будет три варианта. Первый вопрос, если вы честны предпринимать, вы просто в свои доходы включаете все предпринимательства, как вы платили, вы там какой-то срок, сколько предпринимательства, так и есть. А кто-то может стать частным предпринимателем. Это первый вариант. Второй вариант, наша компания будет налоги платить. Вы говорите, мы платим налоги, мы их, а вы получаете доход. Это трой вариант будет. И третий вариант, вы будете получать у нас доход, но вы будете сами, вязаны, платить налоги. декларировать свой доход один раз в год там идет. Это зависит от того, опять, с какой-нибудь стороны. В одной стране одно, если в другой стране другой. И как раз этот вопрос у нас будет тогда обсуждение, как каждый партнер по-разному надо будет выставить сотрудничество. Все зависит от того, в каком государстве он входит, в какой стране он проживает. В Украине три способа. Первый способ это вы сейчас пиватный предприемец, покупаете налоги, мы вам плачем между нами, мы вам плачем партнерство и проводим как пиватный предприемец. Второй способ мы платим как компания за вас. И третий способ вы сами пиватный. Ну, каждому партнеру должен вариант и в таком варианте он будет сотрудничество. и в таком варианте. Василич, а вот такой вопрос. Вот мы прописали наше предложение. Итак, время на этот тест будет. Сколько вы будете продолжать? А не вас, которые вообще запустите, чтобы помогать бесплатно как будет подбираться народ, чтобы он работал бесплатно, что-то любили. Я сейчас говорю. Есть два момента, на которые нужно обязательно взять внимание. Есть два момента, на которые нужно обратить внимание. Первое. Почему мы лично должны протестировать приложение? Потому что если там будут какие-то баги, какая-то кнопочка не будет работать на каком-то телефоне и все остальное, то мы же не будем писать жалобу, на самом деле, правильно? Скажем, я напишу, Сергей Васильевич, на моем телефоне. Я пробовал, у меня даже что-то не забавляет. И мы берем телефон, отдаем программисту, он смотрит, почему эта функция не работает на вашем телефоне, исправляет его. И таким образом, мы до старта должны акцентировать приложение, чтобы когда мы сняли стартовую рекламную кампанию, чтобы те, как в проект, по рекламной, скачают приложение, чтобы у них не пробовало, чтобы они написали, вот вы, ты маркетинг-урус, да, там, когда человек скачивает приложение, видите, когда скачивает приложение, если кто работает, пишет, злые, плохо, не работают. Обращали внимание на эти записи, да? Так, конечно. так вот, чтобы у нас таких записей нет, нам нужно достаться, чтобы мы сайт оттестировали эти приложения. Когда рекламная кампания, любой человек, который придет, по рекламной кампании, скачал Android, iPhone, скачал, оно уже хорошо рамкает. И когда у нас меньше, вот эти вот, плохие футболы, это первый момент. В каком городе мы будем запускаться, в какой остальном мы будем запускаться. Ведь, человек, который, допустим, как мы планируем, мы запускаемся в городе Киеве, и киевляне, если здесь всплышат, рекламная кампания, что это, оно уже работает. Какой-то чувак скачает приложение, допустим, с видницы, зайдет туда, там, исполнитель или нет, и знает, ну, в конструкции, иду, в вас, вот, это проект, потому что я его нажимаю, тут нет, ни сантехника, ни электричества. Тут тоже нам в это направление нужно поработать, вот, чтобы, когда чипсы скачивают в Киеве, оно сразу показывало, а если человек сначала, может быть, с другой страны, или другого города, то написало сообщение, извините, пока весь ваш проект в вашем городе или в вашей стране не работает. Поэтому, ваше предложение, идусь, сразу, работая, так, мы получим многое отрицать их отзывы. А не того, что человек скачивается не в том городе, где мы проводим рекламную кампанию, он зайдет, ну, в супер-аркетурс, и не шел, нажимал на кнопку, не могу же сказать, ни аксии, ни сайт-техника, ни электрика, он даст бы. И зачем нам на эту налоги? Нет, я имел ввиду, на первую очередь, можно как-то написать какое-то облие, после штуки. А зачем нам писать объявление, если мы будем делать, я завидеть, что работает, предложить, не, а, не, там и мысль, так, я просто, чисто. Смотрите, что такое рекламная кампания? Старствует хорошая, нормальная, полномасштабная, кампания. Она идет мощная, люди слушают ее, и начинают скачивать. 100 тысяч исполнителей за Киевом зарегистрируются. Это мой прогноз. И несколько миллионов с Киева людей скачают это приложение. Он начнет нам раньше это делать, там еще не будет работать. Когда оно автоматически произойдет, тогда мы будем рекламировать. Зачем он получает дополнительную желание? То есть, только так, только так, мы должны оттестировать приложение. Вы ответили на мою программу. Да? Все вопросы. Сергей Васильевич, Вы как-то обьястите, как они будут присылаться, как вам прислать, и, по-моему, много. Хорошо. Смотрите, когда мы зарегистрируем компанию, я на файде выложу два договора. Один договор за второй договор партнерский. Ну, я буду заходить в последующем. А вот вы уже все полноценные партнеры, которые уже все у нас произвели, вы будете скачивать приложение и его распечатываете в двух экземплярах. На нескольких листах будет один экземпляр для нас, и на нескольких листах будет экземпляр для нас. Два экземпляра. Вы пишете данные, паспорт, фамилия, человека, все остальное. И ставите подписи на одном экземпляре и на втором экземпляре. Вот получилось у вас два договора, с одной стороны ваши подписи есть, а с нашей стороны подписи не идут. Потом эти два экземпляра зачатываете в бандероль и отставите мне по почте. Я в два экземпляра в бандероль и подпись и экземпляра и от экземпляра отсылаю вам, а он не остается второй от ваших подписчиков. Понятно? Получается, печать будет новая, правильно? Да. Остается печать подпишем в бандероль и в бандероль для того, чтобы не стоящий печать, я должен договор получить от вас уже подписан в местах под экземплярах. на одном экземплярах и на втором я оставлю печати и один из них отставлю в бандероль получаю у вас свой экземпляр у меня свой экземпляр печать. Потому что все будет заполнено. есть вы берете скачиваете разговор, распечатываем подданные наши будут заполнены. Вам останется только внести свои данные в ручках, а там наша сторона уже будет полна. Когда я получаю, я открываю пикет, ставлю свою подпись и ставлю печать. Сколько надо при забыть. Нет, про то что до ночи нас забыл. Люди при ползице и писать. У нас в Украине есть еще такое понятие как электронная почта. Если мы зарегистрируемся, то электронный почт можно использовать. У нас это работает в Украине. Я не знаю, это в других странах будет. В других странах придется все-таки открываться каким-то способом. Возможно, я найду варианты, чтобы это как-то сделать онлайн. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Почему? Потому что а, надо, чтобы юристы ответили на все вопросы моих ИПК, чтобы это было и для вас и для нас. На этот вопрос ИПК не готов ответить. Но именно если мы присутствовать не оставлю, я точно буду знать, что это разумно. А тестирование оно когда будет? Все понятное уроке. Значит, по тестированию 20 сла этого месяца мы были выдать приложение Android и iPhone готовое. Програмник заболел и поддержка произошла. Я думаю, что уже три человека записывают это дело. Как минимум. Ну, в общем, там работы осталось где-то на неделю, если только он выйдет с башнего и начнёт работать, то он не ответит. А чаты, они закрыты? По чатам, вообще, смотрите, у нас идёт реальная финансы между Россией и Украиной, у нас есть партнёры с Россией и есть партнёры с Украиной. И у нас вот в этом плане есть некое узнание. Для того, чтобы не портить внутренние отношения, я закрыл чаты. Это временно, пока есть... Ну, чтобы не было... Я хочу, чтобы в нашем чате мы были партнёрами. А если мы сейчас откроем чат и начнут писать про войну, то тут мы все переругаемся. Я не хочу этого. Показали на расстоянии. Сергей Васильевич, подскажите, подход не выплачен к расстрочке. На Украине сейчас нет работы, не выплачен. Что делать? А я эту ситуацию понимаю и... То, что произошло... Сроки у нас немножко отодвинутся. И сроки по расстрочке тоже будут отодвинутся. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, а вот Вы будете давать коины какие-то? Для меня это вообще новое. Где я мог бы их применить? Что это мне дает? Пожалуйста, объясните. По сути, Вы можете зайти в кабинет и помените на них вместе. Но этот проезд ведется не ранее сентября месяца. С 30 августа мы запланировали выпуск коинов. И можете в любой момент их просто... Прямо в кабинете будет в топ-ручках пунктов перевести. Деньги и деньги вывести. Я не рекомендую, что Вам сразу их продавал. Пока мясо не подрастут с ней. Значит, коины у нас зарабатывают... А давайте где? На чем? Можно на деньги поставить, а можно перевести внутри проекта на деньги и вывести в книгах. О-о-о. Значит, еще раз говорю. Коины у нас зарабатываются 13 пунктов. Первый способ. Вы становитесь партнером до 15-го года. И на что? Вложенный к Вашей кейф мы Вам даем им в сети. То есть на им вложенный клоун сеть коинов получаете. На счет. Но коины начнут работать после 30 августа. Не раньше. Они просто будут лежать на счет. Поэтому купили акции компании по сути. Электронные акции компании. Второй способ заработка на депозит. То есть если Вы имеете на счету какие-то сети, Вы можете их выводить. Но если Вы не выводите деньги, то по итогам месяца на эту сумму денег, которые будут стать в Вашем счету, я буду начислять коины. Это я делаю для того, чтобы меньше денег выводилось с проекта, потому что нам надо быстрее собирать деньги на рекламу. Скажите, а вот эти три воинта, их можно как-то прописать, чтобы они были... А, да, да, да. Да, я этим правильно пропишу. Значит, правило будет прописано по коинам информация. На завтра утром я это пропишу. За два дня все партнеры, кто уже купил пакет, на счету начнут появляться коины. Параллельно с деньгами будут получиться... Будут перейти сколько Вы выводили денег. Так, ребята, у нас тревога. Я прошу прощения. Спасибо. Конечно... Всё в этом случае вы Lancereu. …э saber что это нам посетит. Продолжение следует...